Романа Викторовича Мне было всего 22 года, когда молодой выпускнице доверили руководить большим департаментом в правительстве. Конечно, я там успешно работала, поднималась по карьере еще выше, зарплата была хорошая. Казалось бы, что тебе надо? Я думала, как и все, пойду на пенсию и буду отдыхать. Но встретила я в пути в своем амбициозного, умного, молодого человека в лице нашего президента Романа Викторовича Василенко. А получилось это так. Я отдыхала в Анталии, и там проходил семинар. Но я партийный работник, привыкла участвовать во всех собраниях. Думаю, раз отдыхаю, схожу на этот семинар. Это было далекие 90-е годы. Когда я услышала речь Романа Викторовича Василенко, его глаза ясные, его проекты, его планы. Мне так понравилось. Я подумала, мои родители мне таких советов не давали. Никогда. Я не слышала от правительства таких предложений. А это что-то новое. Меня это заинтересовало, конечно. И впоследствии подошла к Роману Викторовичу и говорю, что это за компания? Что с ней можно делать? Он говорит, вы знаете, вы такая интеллигентная женщина. Я вас не представляю бабушкой, стоящей на кухне и нянчусь с своими внуками. Конечно, я на тот момент не приняла никакого значения. Потому что думаю, ну а что тут такого? Каждый хочет до пенсии дожить и сидеть дома, как говорится, нянчить своих внуков. Это же не чуждо, правильно? И смысла я этому не передала. И что получилось? Из головы моей эта мысль не уходила. Я всю дорогу думала. И к чему он это мне сказал? Проходит время. Опять я думаю, почему этот человек мне такое сказал? А что я? Но он сказал, говорит, вы себя представляете, через 20 лет какой вы будете? А я думаю, какой я могу быть? Ну 20 лет. Это когда будет 20 лет? Я сегодня с вами вот здесь стою. 20 лет оно прошло. И знаете, годы идут, оказывается, так быстро, что это невозможно даже уследить. Я только вижу рост по тому, как растет наша компания. Буквально 30 лет я отработала госслужбе на высоких должностях, при хорошей зарплате и все такое. Но когда я увидела именно Романа Викторовича Василенко, я подумала, почему бы нет? А почему его слова были так сказаны? Почему бы это не воспользовать в своей жизни? Естественно, я резко решила. Мне оставалось до пенсии еще лет 5. Я резко решила быть с ним. И вот 15 лет мы с ним были в финансовом консалтинге, где он был. Всегда я была там. Были падения, были подъемы. Это не секрет, вы все знаете. Он сам даже рассказывает. Что бы ни было, я поверила не в кого-то чего-то, а именно в человека. И поэтому каждый ваш партнер приходит только для вас, если вы себя покажете честным, порядочным и по отношению к людям добрым. Конечно, 15 лет спустя, в один день приезжает к нам в Казахстан Роман Викторович Василенко. Мы встречаемся в Думане. Вы помните, Роман Викторович? И он говорит, у меня новая идея. Ну, давайте новую идею послушаем, в чем дело. Жилищный кооператив. Я говорю, да вы что, это пройденный этап. Это было у нас в Советском Союзе. Так ведь нет? И когда все-таки он рассказал, как он видит, он видит это в сети, а я 15 лет с ним работала, никогда не думала, что это сеть, оказывается. Я работала и все. Вообще не замечала, что это сеть. И, конечно, я говорю, Роман Викторович, идея хорошая. Ну, я дай подумаю. Буквально, как только он уехал, я поехала в статистику и спросила, скажите, пожалуйста, какое население не имеет жилья у нас в Казахстане? И что вы думаете? Мне сказали, 80% населения не имеет жилья. Я говорю, как так? Я привыкла жить у себя дома. У меня квартира, у меня ванна, все как положено. А у людей нет квартиры. Естественно, я приняла это решение, и с этого момента прошло 5 лет, как вы видите. За 5 лет выросло у нас 21 директор в Казахстане. Из них трое миллионеры. Евровые. Хотите, верьте, хотите, нет. Одна из них вот я. Вы понимаете, за это время мы такое добро сделали своим людям, своей стране. И вообще мы работаем сейчас не только в своем Казахстане и в России. Помогаем людям покупать квартиры в России, в Киргизии и так далее. Когда видишь их счастливые лица, думаешь, ты не зря это делаешь вообще-то. И, естественно, за эти 5 лет мы более 400 квартир купили для своих, чтобы они жили в собственной квартире, люди. И когда их благодарность, это, знаете, неизмеримо. Кто это, вот здесь в зале сидят, наверное, знаете, кто-то ваши же люди покупали квартиры, и вы их устраивали, новоселье. Вы их глаза видели, какие они счастливые, правда же? Вот это стоит того, значит. Это флагман нашей компании, это жилищный кооператив. Роман Викторович, разрешите вас поблагодарить. Я вас очень люблю. И от лица всей дирекции Казахстана хочу вам сказать огромное спасибо. Мы ваша команда, мы вас любим. И это подскажет зал Казахстан. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...